Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. 25 лет исполняется от Ингиз Шевройл. Это первая и крупнейшая нефтедобывающая компания в Казахстане, работающая на основе 40-летнего соглашения. За четверть века объем добычи нефти достиг 28 миллионов 700 тысяч тонн. А прямые выплаты в республиканский бюджет составили 8,5 миллиардов долларов. И сегодня в Астане проходит торжественное мероприятие, посвященное юбилею компании. За ним следит наш корреспондент Иван Тулинов. Он сейчас на прямой связи со студией. Здравствуйте, Иван. Как проходит торжество? Здравствуйте, Сергей. Да, сегодня в Астане, в этом зале, пройдет торжественное событие, посвященное юбилею компании Тенгиз Шевройл. На заднем плане можно видеть, как собираются гости. Поясню, почему такое внимание к предприятию. Оно одно из первых начало добычу черного золота в Казахстане. То есть компания считается первопроходцем в области добычи нефти, которая успешно работает в течение 25 лет. Ожидается, что с этой даты организацию лично поздравит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ожидается визит главы государства. Иван, но все-таки, какую роль играет Тенгиз Шевройл в нефтедобывающем секторе страны? Да, Сергей, начну с небольшой предыстории. Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году. Сегодня это одно из самых глубоких и крупнейших нефтяных месторождений в мире. Сама компания Тенгиз Шевройл была организована в 1993 году на основе соглашения между Казахстаном и компанией «Шеврон». Тенгиз Шевройл – это казахстанско-американская корпорация, которая занимается георазведкой, разработкой, добычей, а также сбытом нефти и сопутствующих продуктов. На предприятии трудится 3400 сотрудников, около 80% из которых – жители Казахстана. Тенгиз Шевройл – это крупнейшее нефтедобывающее предприятие страны. В 1993 году оно произвело 940 тысяч тонн сырой нефти, а в 2017-м показатель достиг 28,7 миллионов тонн. Произошел рост в 30 раз. На долю ТШО приходится четверть от всей добываемой в республике нефти. Мы будем следить за торжественным событием. Здесь могут быть сделаны важные заявления. О них расскажем в следующих выпусках новостей. У меня пока все. Сергей. Спасибо, Иван. А я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Иван Тулинов. Отменить бизнес-визы для инвесторов, постоянно находящихся за рубежом. Такую законодательную норму предлагает вести Казахинвест. Если инвестор не намерен пребывать в стране, но готов финансировать казахстанскую экономику, ему не обязательно иметь бизнес-визу, считает управляющий директор компании Асель Сугурбаева. Казахинвест намерен углубить работу в сфере защиты интересов иностранных вкладчиков. Жалобы инвесторов касаются бездействия в судах, вопросов налогообложения, экологического и миграционного законодательства. Цель не только привлечь, но и удержать доноров казахстанской экономики, заявляет в компании. У нас ежегодно, допустим, к инвестиционному омбудсману обращается порядка 60-90 инвесторов. Мы рассматриваем на коллегиальной основе, с участием государственных органов заинтересованных, вопросы стараемся решить. Это для инвесторов очень важно. Это хороший сигнал о том, что мы хотим решать проблемы, что мы принимаем, что да, действительно есть какие-то упущения. И мы в процессе постоянного улучшения данной ситуации. Пожар на стройплощадке газотурбинной электростанции села Каработан от Ираусской области произошел по вине работодателя. К такому мнению пришли члены специальной комиссии. По словам главы этой группы, вице-министра труда и социальной защиты населения Нуржана Альтаева, причиной возгорания стал перегрев электросети. К тому же приостановлена эксплуатация и остальных шести общежитий до строительства новых, соответствующих всем нормам. При этом работодатель обязался выплачивать заработную плату во время вынужденного простоя работникам. Кроме того, он выплатит около 50 миллионов тенге материальной помощи семьям погибших, оплатит по доставку тел в Южно-Казахстанскую область и покроет все расходы. В министерстве инициируют проверку строительных площадок и вахтовых поселков на соблюдение противопожарной безопасности и норм СЭС. Напомню, пожар произошел 2 марта в здании общежития контейнерного типа. Однозначно нужно сказать о том, что понятно, что вот это вот возгорание, пожар произошел в первую очередь по вине работодателя. Мы убедились совместно с органами ЧАЭС, что возгорание произошло из-за перегрева электрической проводки в этих общежитиях. Нужно сказать, что там в этих общежитиях не было центрального отопления. Везде стояли такие обогревательные приборы в каждой комнате. Хищение трех миллионов тенге из сейфа частной организации Акмолинские полицейские раскрыли по горячим следам буквально за сутки. По показаниям потерпевших, неизвестные лица ночью проникли в офис здания. Запись с камеры видеонаблюдения помогла оперативникам в поисках грабителей. Напомню, на территории областного центра установлены 134 камеры Центра оперативного управления. Всего с начала года в Кокшитау раскрыто 80% из 600 зарегистрированных краж чужого имущества. И к событиям в мире. Тысячи людей вышли на акции протеста в двух самых крупных городах Бразилии, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Митингующий требует тюремного заключения для бывшего президента страны Луиса Инасио Лула-да-Силвы. Поводом послужило предстоящее слушание Верховного суда, по итогам которого будет принято решение, должен ли экс-глава государства отбывать свой срок по делу о коррупции во время апелляции. Напомню, политик занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2017 его признали виновным в коррупции, однако сейчас дело отправлено на обжалование в высшую судебную инстанцию. Отмечу, Лула-да-Силва планирует участвовать в президентских выборах, которые пройдут в этом году. Мы протестуем во имя справедливости. Жители Бразилии устали от бесконечного насилия и безнаказанности. Нам нужны перемены. Лула-да-Сильва должен быть в тюрьме. Нужно положить конец беззаконию. Я хочу, чтобы он и каждый коррупционер в этой стране оказались за решеткой. В филиппинский город Морави вернулись 7 тысяч жителей. Отсюда они бежали в мае прошлого года, когда армия начала войну с радикальными группировками Абу-Саяф и Мауте. Последняя присягнула на верность Тыгил. Боевые действия в Морави завершились в октябре, однако вернуться местным жителям разрешили только сейчас. Да и то ненадолго, только для того, чтобы забрать оставленное имущество. Когда люди снова уедут из города, военные начнут расчищать его от неразорвавшихся бомб. Нет слов. Так много потеряно. Наша мебель сломана. Ничего не пощадили. Даже кастрюли и сковородки. До сих пор небезопасно находиться на месте бывшего сражения. Но мы позволили жителям вернуться, чтобы они побывали в своих домах и забрали то, что еще можно забрать. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от Мексики остановить караван мигрантов из стран Центральной Америки, направляющихся в США. В противном случае соглашение по североамериканской зоне свободной торговли может оказаться под угрозой срыва, заявил глава Белого дома. Дональд Трамп также обсудил с руководством Пентагона возможность отправки американских военных к мексиканской границе. МИД Мексики, в свою очередь, официально потребовал разъяснений по этому поводу. Отмечу, переговоры по изменению соглашения по нафту ведутся США, Мексикой и Канадой уже около года. Пока странам так и не удалось прийти к компромиссу. Мигранты не должны быть брошены тут из-за заявлений президента Трампа. Все это только усугубляет ситуацию и создает почву для расизма и ксенофобии по отношению к жителям Мексики и Центральной Америки. Наша цель – добраться до США. Мне кажется, у нас есть право идти дальше. Мы в поисках лучшей жизни для наших детей, для семей, которые остались в Гондурасе. Напомню, ранее сообщалось, что больше тысячи мигрантов из стран Центральной Америки движутся к границе Соединенных Штатов по мексиканской территории. В основном это жители Гондураса. По данным МИД и МВД Мексики, сейчас караван нелегалов рассредотачивается по территории латиноамериканской страны. Около 400 человек уже высланы обратно на родину. В Венесуэле планируют рассчитываться за российские автомобильные запчасти с помощью собственной криптовалюты Петро. Об этом сообщил министр внешней торговли страны. По его словам, альянс с российским КАМАЗом обсуждался на заседании двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе. Вопросы сотрудничества касаются приобретения деталей, запчастей, резины и батарей автопроизводителя. Также выясняются перспективы по возможной сборке машин на территории латиноамериканской страны. Напомню, криптовалюту Петро выпустили в конце февраля. Тогда глава государства заявил, что объем предварительных продаж достиг 735 миллионов долларов. Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая обеспечена запасами нефти. При переносе предприятий из Китая в Казахстан большое внимание будут уделять экологичности проектов. Об этом сообщил заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте страны Санат Кушкумбаев. Детали, касающиеся масштабов и финансирования этих производств, сегодня обсудили в Астане в ходе семинара «Современный шелковый путь больше, чем экономика». Пока речь идет о 51 предприятии химической промышленности, перерабатывающей отрасли и агробизнеса. В этих направлениях у Поднебесной есть успешный опыт и новейшие инновационные разработки. С каждым годом, конечно, количество китайских инвесторов и компаний увеличивается. Фактически около 2500 совместных предприятий, около, соответственно, такого же количества, если даже не больше, китайских инвесторов и компаний, в том числе финансово-банковской сфере, производственной, торговой, сбытовой, которые реализуют свои проекты в Казахстане. В Карганинской области зарегистрировать автомобиль теперь можно и в сельском ЦОНе. Также жителям отдаленного района, где проживает свыше 30 тысяч человек, больше не придется ехать за сотни километров в областной центр, чтобы заменить водительское удостоверение. Эти услуги сельчане могут получить в Центре обслуживания населения в Осакаровке. Здесь разместились сотрудники регистрационно-экзаменационного подразделения административной полиции, которые принимают документы граждан в пилотном режиме. Данная практика введена в стране впервые. Это делается для улучшения условий при оказании государственных услуг населению. Я обратилась в Центр обслуживания населения по замене прав. Очень быстро, очень удобно. Понравилось то, что все в одном здании, в одном центре. И почта, и быстро приняли документы. И вот уже буквально меньше, чем через час я получила водительское удостоверение. История Владислава Трифонова из Актау, который вошел в число 100 новых лиц Казахстана, вдохновляет, несмотря ни на что, двигаться вперед. Еще в 15 лет Владислав почти на 100% потерял зрение. Но это не помешало ему получить сразу три образования. Сегодня его зрение частично восстановлено, и это позволяет 46-летнему Владиславу Трифонову работать советником Акима Мангистауской области. Ежедневно ему приходится сталкиваться с судьбами людей, которые потеряли надежду на лучшее из-за проблем со здоровьем. Но сам Владислав яркий пример того, что для людей с ограниченными возможностями ограничений не существует. Владислав Трифонов с детства мечтал стать военным летчиком, но судьба распорядилась иначе. В 15 лет юноша стал резко терять зрение, получил первую степень инвалидности, но все же смог доучиться в училище на слесаря КПА. Но зрение, которого оставалось на тот момент всего 1%, не позволило ему работать по специальности. Некоторое время работал на стройках разнорабочим, а затем решил окончить курсы массажистов, а потом и медицинский колледж по специальности фельдшер. Первые 2-3 недели я катался на двойках, на тройках, но только из-за того, что не мог получить информацию через глаза. Но потом наступил такой момент, что может быть переосмысление, какая-то переоценка. Но нет глаз, есть уши, есть руки, есть память и все остальное. То есть мы уже другими вещами, человек может компенсировать свои недостатки, какие-то проблемы. И в общем-то все пошло хорошо. Закончил я медицинский колледж с красным дипломом. Медицинская практика хоть и была успешной, но не приносила полного удовлетворения. Тогда Владислав поступил на юриста, а уже на третьем курсе открыл юридическую фирму, общественный фонд для помощи инвалидам. В 25 лет возглавил региональные представительства Национальной палаты медиаторов и Республиканской лиги потребителей. А потом занял пост советника Акима области, курирующего вопросы обеспечения прав инвалидов. Коллеги и друзья не устают восхищаться силой воли Владислава, чтобы доказать, полноценной жизнью могут жить все. Это личная ответственность и уметь мобилизовать людей. И так, что им работалось бы хорошо, чтобы они не отрабатывали, а работали, достигали какой-то цели, потому что у него очень много проектов. В целом у Владислава Вячеславовича очень большой потенциал. Я рад тому, что население области могло его, значит, влюбить на 100 лиц новых лиц из Казахстана. Главная цель на этот год – проект по профилактике и предупреждению инвалидности в области, а также открытие в регионе реабилитационных центров для детей инвалидов. Если говорить о каких-то долгосрочных моментах, то, конечно, я хочу сказать о том, что я бы хотел дальше и намерен именно выступать в качестве эксперта в этой сфере. И хотелось бы, конечно, выйти на более высокий, то есть международный уровень. То есть это международные организации, здесь существуют комиссии определенные международные, в которых можно, допустим, принимать участие и уже рассматривать эти вопросы, скажем так, в глобальном масштабе. Для двоих детей Владислав – пример стойкости и целеустремленности. И оба гордятся тем, что их отец из 18 миллионов казахстанцев вошел в сотню людей, которые внесли свой вклад в развитие страны. Ольга Золотых, Ренадус Алиев, Актау, Хабар 24. Региональные соревнования по профессиональному мастерству WorldSkills Казахстан стартовали в Уральске. Цель международного движения, в котором наша страна участвует уже четвертый год, показать престиж рабочих профессий. Уральские звания лучших в своей специальности оспаривают 102 студента. Победители представят регион на национальном чемпионате. Учащиеся западно-казахстанских колледжей за три года смогли зарекомендовать себя как будущих профессионалов своего дела. Призерами национального первенства становились специалист по сварке, мастер по дереву, педагог дошкольного воспитания. А в прошлом году студентка колледжа сервиса и новых технологий вернулась со стороны победительницей. В этом году в чемпионате участвует 102 студента. Их мастерство оценивают 42 эксперта. Мы увеличили количество компетенций. Мы надеемся, что топные эксперты, которые будут оценивать труд наших студентов, выберут достойных победителей. Цель чемпионата – профилизация, поднятие престиж рабочей профессии. 14 компетенций заявлено для участия в соревнованиях. Сварщики, штукатуры, каменщики, токари, парикмахеры, дизайнеры одежды, электромонтажники, кондитеры, повара. У каждого за плечами пусть и небольшой, но практический опыт. Все колледжи сотрудничают с профильными производствами. В цехах кондитерского производства работают будущие пекари и мастера ресторанного сервиса. Конкурс даст мне большой опыт в жизни, потому что я много могу что-то научиться тому, чего я не умею, приобрести какие-то новые знания. В данный момент мы плетем халы, то есть косы мы плетем из четырех, из пяти и в инстинские узлы. Затем мы делаем булочки и печем хлеба. Набираем опыт, мы только еще в Казахстане новички, но будем стараться, наши дети тоже. Думаю, что когда-то мы через года два принесем и золото, и серебро. Будем стараться, будем учить детей. Сегодня в колледжах региона получают профессию более 20 тысяч юношей и девушек. О востребованности рабочих специальностей говорит и то, что 78% выпускников получают работу после окончания учебы. Бутогос Базарбаева, Баладжир Лгасов, Анат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. День открытых дверей прошел в Конституционном совете. Сюда пригласили участников конкурса на лучшее эссе, посвященное верховенству Конституции и патриотизму. Свои работы представили около 400 школьников и студентов. И сегодня были названы имена победителей. Им вручили дипломы и подарки. Юные посетители также ознакомились с тематической выставкой и приняли участие в диалоге, который проходил в формате вопрос-ответ. Причем на вопросы любознательных гостей отвечали известные в стране юристы. Мое эссе было про значимость Конституции в моей жизни. Я бы сказала, что это очень-очень сложная тема. И когда я писала это эссе, я на самом деле почувствовала некую гордость за свою страну. Потому что когда вы начинаете излагать мысли про Конституцию, вы начинаете рассуждать с независимости с материальных и духовных ценностей нашей культуры. Универсальную спортивную площадку по программе Туган-Джер открыли в Таразе. Такой подарок сделал жителям 9-го микрорайона Меценат. На спорт-объект он затратил 8 миллионов тенья. Новая площадка соответствует всем стандартам. На ней одновременно могут заниматься 25 детей. В этом году местные предприниматели планируют открыть еще 8 спортплощадок. Универсальная площадка включает возможности для занятия спортивными видами баскетболом, волейболом, футболом. Я думаю, что мы в этом году еще раз также постараемся порадовать наших жителей. В текущем году в городе Тараз выделено 65 миллионов на строительство 8 спортивных объектов за счет бюджета. Из них 3 будут спортивные площадки стритворкаут, а 5 будут аналогичные универсальные площадки. Мы сейчас отрабатываем вопрос с горком земном, определяем свободные места. На этом у меня все. Эфир продолжит брифинг в службе центральных коммуникаций.